Поставил лайк, приходи в гости. Сегодня наш канал подвел итоги конкурса «Контактное лицо». В нем участвовали подписчики «Катунь-24» в социальных сетях. Главный приз – возможность принять участие в программе «Утренний канал» с Еленой Хорошавцевой. В издательский дом «Регион» прибыла делегация из 14 человек. Это неизвестные спортсмены, политики или общественные деятели, как бывает обычно. Это наши самые активные зрители, те, кто принял участие в конкурсе «Контактное лицо». Его участники прошли через несколько отборочных туров, а сегодня делятся друг с другом секретами. Я взяла палку селфи, с которой не расстаюсь. Мы сделали как будто бы на палку селфи видео. На самом деле мы записывали на профессиональную камеру, просто в руке мне держалась эта палочка. Победительница конкурса Татьяна Солоб примет участие в записи программы «Утренний канал». А сегодня для нее и остальных финалистов – экскурсия по издательскому дому «Регион». А это также редакции печатных СМИ, официального сайта Алтайского края, радиорубка станции «Катунифэм». Пустили даже туда, куда обычным гостям вход закрыт. Святая святых, студия теленовостей. Каждый смог почувствовать себя телеведущим. В лапце открыли сезон. В краевой столице стартовал Кубок Сибири. Современное телевидение – это больше, чем эфирное вещание, считает «Катунь-24». А наш зритель, к нему мы обращаемся не только с телеэкрана, но и через социальные сети. Кстати, в паблике нашего канала в сети ВКонтакте почти 11 тысяч человек. Рекорд среди теле- и радиокомпаний Алтайского края. С одной стороны, «Катунь-24» сегодня единственный телеканал, на котором есть вся линейка телевизионных проектов. С другой стороны, мы смотрим в будущее. И для этого мы выходим в интернет. Поэтому общение с вот этой молодой, активной аудиторией для нас является одним из приоритетов. Сегодняшние гости студии «Катунь-24» – молодые люди, в основном студенты, активные пользователи интернета. Но немало интересного есть и офлайн. Для тех, кто согласен с этим утверждением, как раз сейчас в социальной сети «Одноклассники» проходит другой конкурс от нашего телеканала «Детство без гаджетов». Для участия вступайте в нашу группу и присылайте фотографии своих детей, которые весело проводят время, не нуждаясь для этого в электронных устройствах. Никита Петухов, Дмитрий Козерлыга. Новости.